Здравствуйте, друзья! Я сделал для вас не просто урок, а целый мини-курс по работе с кривыми в Blender. Аж 41 пункт. Мы начнем с самых азов и постепенно дойдем до мощных техник работы с кривыми, а также модификатором Array и Curve. Работать будем в файле, который вы найдете в описании к данному уроку. Все полученные знания будем закреплять увлекательными упражнениями. Никакого шаманства, только системный академический подход, друзья. Все как вы любите. Заваривайте чай, ставьте лайк и приятного вам просмотра. Смотрите урок полностью. Он чем дальше, тем интереснее. Самое интересное в конце. Также я отвечу на вопрос, почему именно 41 пункт. И спасибо вам, друзья, за ваши прекрасные комментарии. Именно они мотивируют меня делать уроки. Спасибо большое. Предлагаю, друзья, воспринимать сплайн как некую ниточку. У нее есть начальная и конечная точка. Мы можем сплайн тянуть, каким-то образом гнуть, располагать в пространстве, как нам нравится. На основе сплайнов создаются поверхности. Порой гораздо более удобно, чем с помощью классического полигонального моделирования. В любом случае, стоит воспринимать сплайновое моделирование и полигональное моделирование как части одного целого. Единственное, чего нельзя сделать, это продлить сплайны с середины. То есть мы не можем сделать вот такое ответвление. Понимаете? Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Итак, давайте начнем с типов сплайнов в Blender. Shift-A, Curve и создадим кривую без Е. Перейдем в режим редактирования, Tab. И что мы можем делать? Можем перемещать точки. Давайте перейдем в верхнюю проекцию, Top. Итак, перемещаем точки и меняем позицию ручек. Тем самым меняем кривизну. Таким образом мы изменяем кривые без Е. Чуть-чуть забегу вперед и добавлю разбиений. Subdivide. Видите? С помощью ручек мы меняем кривизну. Далее. Кроме без Е существуют нурбс кривые. Shift-A, Curve. Видите? Вот это вот отделение было без Е, а вот это вот нурбс. Давайте создадим нурбс-curve. Tab. И посмотрите, что мы имеем. Мы имеем так называемый Hull, он же управляющий контейнер. С помощью перемещения точек, опять же чуть-чуть забегу вперед, Endpoint поставлю галочку. Тем самым, видите, кривая достигла окончаний нашего управляющего контейнера. Давайте еще добавлю с помощью Subdivide точку. Итак, двигая точки управляющего контейнера, мы меняем кривизну нурбс-кривой. То есть, по сути, это похожие вещи, но с разной системой управления. Кроме без Е и нурбс, есть еще полигональная кривая. Вот так мы можем изменить тип. Выберем Set Spline Type. И вот они все три. Поли, Безье и Нурбс. Ну, здесь, собственно, ничего примечательного нет. Можем перемещать точки. Ну, собственно, все. Все, друзья. Первый пунктик. У нас есть три типа кривых. Безье, Нурбс и полигональные. Безье и Нурбс управляются с помощью своих способов. Нурбс управляются с помощью управляющего контейнера. А Безье с помощью точек и их ручек, которые управляют кривизной. Двигаемся дальше. Второй пункт, друзья. Перейдем к кривой Безье. И поговорим немножко о ручках, которые управляют кривизной. На данном этапе мы рассмотрим только два типа ручек. Это связанные, как сейчас. Видите, мы тянем одну ручку и идет воздействие на другую. Как бы тянем одну половинку. Поднимаем ее вверх-вниз. Тянем ее. И идет воздействие на вторую. И свободные. Нужно выбрать ручку полностью. Вот так. Set Handle Type. Free. Все. Они разъединились. И теперь мы можем делать острую форму, к примеру. Думаю, суть ясна. Там их много разных. Но мы их на этом уроке рассматривать не будем. Иначе получится длинно и неинтересно. Запомнили, друзья, да? Есть связанные ручки. Aligned. И свободные. Free. Пока что нам этого достаточно. Третий пункт, друзья. Любой сплайн можно продлить. Выберем точку. И нажмем E. Вот вам, собственно, и экструд. Также есть экструд в интерфейсе. Вот он. Тут появляется некий кружок. Можем за него схватиться и тянуть в нужную сторону. Ну, быть может, вам будет удобно так. Четвертый пункт, друзья. Можно сделать экструд по центру. Вы меня спросите, как это возможно? Ведь сплайн нельзя продлить по центру, как я вам говорил в начале. Но происходит следующее. Он как бы экструдируется, можно сказать, сложенной ниточкой. Вот как-то так. Давайте проверим. Выберем точку. В середине. Не по краям, а именно в середине. И нажмем E. Не очень удачный вариант, смотрите. Лучше это сделать с NURPS. Ну, собственно, с NURPS работает все точно так же. E. А вот в середине. Раз. Видите, что происходит? Как будто бы началось некое центральное экструдирование. Но нет. Если мы подвигаем точки, то вы увидите, что эта ниточка сложена. Ну, здесь, собственно, то же самое. Только с помощью безе. Они, видите, такие запутавшиеся, запутанные получились. Двигаемся дальше. Пятый пункт. Любой сплайн можно разбить. На нужное количество точек. С помощью sub-divide. Мы, собственно, вначале немножко этим воспользовались. Итак. Вот у нас сплайн. Выберем какие-то точки. Вот, например, эту и эту. И между ними он сделает разбиение. Правая кнопка sub-divide. И можно указать количество разбиений. Вот, собственно, и все. Таким образом мы, можно сказать, добавляем сегменты. Можно сразу несколько. Sub-divide. Вот. То же самое касается и кривых безе. И полигональных тоже. Вот, друзья, пять простых пунктов. Надеюсь, вы здесь все усвоили. Типы сплайнов. Типы ручек безе. Могут быть свободные и связанные. Экструд. Экструд вовнутрь. Как я вам сказал, чтобы вас в тот момент не путал. Ну и, собственно, разбиение. А вот еще dissolve. То есть можно не только разбить, но и удалить ненужные точки. Это делается, как вы думаете, с помощью чего? С помощью X. Нажмем X. И dissolve. Растворить. Все. Была точка и нет точки. Все, друзья. Надеюсь, пять пунктов вы поняли. Запомнили. Мы двигаемся дальше. Шестой пункт, друзья. Любому сплайну можно дать толщину. Перейдем в настройки сплайна. Видите, вот этот вот как раз нарисован стилизованный сплайн. Зелененький. И здесь параметры такие. 3D. Потому что у нас трехмерная форма. Тут у нас есть какие еще настройки. Resolution. Это количество сегментов по длине. Так. И вот Bevel. Стоит Round. То есть круглый. Мы даем толщину. Вот что у нас получилось. Вот этот Resolution. Он отвечает за количество сегментов самой формы. То есть чем больше, тем меньше ступенек. Больше полигонов. Ну, собственно, вот. Видите, здесь произошло само пересечение. Либо переместим точки, либо уменьшим толщину. Так. Про Round понятно. Двигаемся дальше. Итак, друзья. Форму профиля. Форму профиля. Ну, пусть будет без Е. Ну, пусть будет без Е. Можно сделать подобный профиль. Тем самым получится что-то вроде детской горки. Единственное, только нужно будет поднять по высоте. Но не суть. Мы сейчас другое делаем. Итак, вот наш путь. Выбираем Object. В Object выбираем тот объект, который будет служить профилем. Можно пипеткой взять. Вот. Понятное дело, что он пересекся. Поскольку он слишком широкий. Вот, друзья. Надеюсь, суть ясна. Двигаемся дальше. Следующий тип профиля в разделе Bevel называется, как бы вы думали, профиль. Что мы здесь видим? Примерно, как и в разделе Bevel в полигональном моделировании, мы видим некий график, который мы можем менять. И он будет являться четвертинкой вашего профиля. В чем вы можете уже убедиться. Видите? Форма квадрата. Вот представьте четверть. И вот она. Хотите, звездочку сделаем. Добавим тут точку, тут точку и тут точку. И вот так потянем. И вот будет что-то вроде звездочки. Собственно, понятно, что происходит. Можно добавить Resolution. То есть, сегментов самой формы. Можно побольше. Ну и размер. Возможно, вам это пригодится. А, также есть пресеты. Как, собственно, и в Bevel, который находится в полигональном моделировании. Видите, карниз. Думаю, все ясно. Двигаемся дальше. Предыдущие пункты, друзья, я думаю, ясны. Здесь все просто. Как мы даем толщину. Следующий пункт. Тоже мы даем толщину. Вернее, экструдируем сплайн. В разделе Geometry есть функция Extrude. Вот такую ленту получаем. Также можем добавить смещение в какую-либо сторону. Следующий пункт, друзья. Tapper. Tapper Object. Что это значит? Это значит, что мы создадим некий сплайн, который будет регулировать толщину другого сплайна. Вернее сказать, он будет регулировать масштаб профиля сплайна. Вот, допустим, здесь такой профиль, и он будет регулироваться другим сплайном. Смотрите, как это выглядит. Shift-A. Создадим кривую. Пусть это будет PES. Nurps PES. То есть та же Nurps кривая, только ее точки лежат на одной линии. Очень удобно. Этот же лобок мы уберем. Так, смотрите. Вот, если мы сейчас применим в качестве Tapper вот этот вот сплайн, что будет происходить? Вначале он будет нулевым. Здесь толщина будет нулевой. Потом она будет возрастать, а потом вновь убывать. Ну, собственно, вот он будет регулировать масштаб нашего профиля. Смотрите. Вот Tapper Object. Вот этот раз. Вот. Был нулевой. Возрастает. Потом опять спадает. Давайте для наглядности я добавлю точек. вот здесь Subdivide. Такое ступенчатое, чтобы возрастание было. Видите? Больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше становится. Вот именно в начале, с первых точек. Давайте применим этот же Tapper, но к другому сплайну. Вот к этому. Так будет, наверное, нагляднее. Сейчас ситуация более наглядная, мне кажется. Больше, меньше, больше, меньше. Вот как в начале. Идет и убывает. Все. Я думаю, про Tapper я объяснил более-менее понятно. Давайте двигаться дальше. Одиннадцатый пункт, друзья. Он крайне важен. Это радиус. У каждой точки сплайна есть радиус. Давайте я вам покажу. Войдем в режим редактирования. Только давайте уберем наш Tapper. Выберем любую точку. Ну, по умолчанию сразу вам скажу. Это Alt-S. Таким образом мы регулируем радиус точки. Можем уменьшать, увеличивать. А чтобы открыть свойства, потянем стрелочку в правой части. Откроем панель. Вот видите, радиус. Вот он. Меньше, больше. Это очень важная вещь, которая пригодится нам в дальнейшем изучении Blender. Двенадцатый пункт. Помимо радиуса, у каждой точки есть такой параметр, как наклон. Давайте я выберу эту точку. И вот Tilt. Видите? Давайте здесь попробуем. Видите? Можно перекручивать. Спираль сделать. Тринадцатый пункт. Показать нормали сплайна и поменять направление. Давайте по порядку. Для экспериментов возьмем этот сплайн, только я выключу профиль. Выключу его толщину, правильнее сказать. Итак, войдем в режим редактирования. Overlays. Вот viewport overlays. И в самом низу появится такая вкладочка нормали. Включим ее. И вот, что мы сейчас видим. Кстати, этот режим раньше в Blender был по умолчанию при создании сплайнов. Сейчас его нужно включать по необходимости. Итак, что мы видим? Мы видим все свойства сплайна, его точек. Прямо по его виду, скажем так. Видим, где он перекручивается, где меняет радиус. Вот представьте, если мы делаем анимацию по этому пути. Вот, допустим, самолетик. Вот так он летит. Где-то он перекручивается. Как это называется фигура? Бочка, да? Вот, допустим, tilt. То есть мы наглядно видим, что происходит с нашим сплайном. Радиус, если меняем, alt-s. Тоже видно по этим нормалям, как это будет выглядеть, что будет происходить. Также давайте поменяем направление. Сейчас направление в эту сторону. Допустим, самолетик летит отсюда сюда, а можно наоборот. Правая кнопка и switch direction. Четырнадцатый пункт – это упражнение. Мы с вами прошли уже базовые вещи по сплайнам. Просмотрите, все ли вы здесь поняли, все ли вы знаете, ничего ли вы не упустили. И далее сделайте упражнение. Вот просто посмотрите на этот листик и попробуйте его повторить. Вот прямо сейчас поставьте на паузу и попробуйте повторить. Вот этот листик. Я считаю до трех и начинаю его делать сам. Это будет ответ на решение этого упражнения. Решение задачки. Итак, друзья. Раз, два, три. Создадим путь. Shift-A. Безье. Нет, пусть это будет лучше. Nurps-Path. И создадим профиль. Пусть это будет круг без Е. Теперь выберем наш путь. И в режиме Bevel Object выберем профиль. Все, теперь наш профиль пробежался по пути. И мы его немножко видоизменим, чтобы получить форму профиля листика. Итак. Давайте в проекцию Top перейдем. Тут мы можем изменить тип ручек. Вот. Set Handle Types. Free. Так мы можем чуть-чуть поострее сделать нашу форму. А теперь перейдем на наш путь и поменяем радиус точек. Первые и последние точки радиус поставим 0. Alt-S. И можем сразу 0 поставить. Ну вот, изменяйте форму, как вам нравится. Можно еще точек добавить. Только без фанатизма. Наверное, я много добавил. С ними возиться придется. Вот здесь в центре добавим. Subdivide. Осталось сделать стебелек. Копируем наш путь. Уже вместе с этим профилем он получится. С примененным. Ctrl-D. Вот он. NURB SPACE 10. Только мы вместо профиля объекта поставим просто Round. Вот он. И что мы сделаем? Наверное, экструдируем сюда немножко. Радиус уже не 0. Поставим какой-нибудь другой. Чуть побольше. Ну вот, друзья. Такой специфический немножко, но все-таки листик. Все у вас получилось? Если да, давайте двигаться дальше. Пятнадцатый пункт, друзья. Сплайном можно рисовать. Смотрите. Давайте создадим что-либо. Shift-A. Пусть это будет просто без Е. Войдем в режим редактирования. И вот наши инструменты. Draw и Curve Pen. Давайте перейдем в проекцию топ, нажав 7 на numpad. И будем рисовать. Смотрите. Вот мы как-то свободно прочертили форму. И ручки без Е расположились нужным образом. Так как мы рисовали, так и расположились ручки кривой без Е. Далее можем редактировать, выбирать точки, перемещать их, выбирать ручки. Думаю, дальше вы знаете. И еще один инструмент — это Curve Pen. Смотрите. Тут мы создаем в начале. Как бы натяжение создаем. Вот этой вот ручки без Е. Далее кликаем и тянем дальше. Я думаю, что те, кто работал там в Photoshop или Adobe Illustrator, знают, о чем речь. Ровненько как там. Ну, вам просто нужно потренироваться, попробовать. Вот такие два инструмента. Чаще всего нам просто нужен первый сплайн, чтобы начать, а потом он удаляется. Двигаемся дальше, друзья. Шестнадцатый пункт. Delete and Make сегмент. То есть удалить и создать сегмент. Что такое сегмент? Это часть сплайна между двумя точками. Вот, например, вот эта часть сплайна. Ну, X — это удалить, как вы знаете. А F, помните, fill, как мы заполняли в полигонах. Какое-то отверстие, дырку какую-то заполняли. А здесь вот это вот расстояние он тоже заполнит. F, видите. А можно сделать вот так вот. Эту часть и эту часть. F, и вот он создал. Соединил, так сказать. Можно было, например, здесь удалить сегмент. И здесь удалить сегмент. А потом вот эту часть соединить с этой. Думаю, здесь все понятно. Двигаемся дальше. 17 — рисовать на поверхности. Очень крутой инструмент. Смотрите. Создадим. Только нужно выйти из объекта. Мы сейчас находимся внутри. Внутри вот этого вот сплайна, состоящего из нескольких элементов. И поскольку вот мы нажимаем Shift-A внутри сплайна, то мы можем добавлять сюда другие сплайны. А нам, по сути, нужно выйти в режим объектов и здесь создать объект. Только уже не сплайновый, а полигональный. Пусть это будет... Что это будет? Пусть это будет UV-сфера. И мы можем рисовать по ней сплайном. Можем перейти в уже существующий сплайн. И как бы то, что мы будем рисовать, будет частью этого сплайна. Либо же создадим новый сплайн. Войдем в режим редактирования. Ну, опять же, то же самое, что мы делали в прошлый раз. Draw. Только единственное. Поставим галочку Surface. И он уже будет рисовать на поверхность. Рисуем на объекте. А теперь объект можем убрать или спрятать. Вот такая штуковина у нас получится интересная. Прямо арт-объект. Давайте дадим ему толщину. В местах пересечения только точки нужно подвигать. Про рисование на поверхности, думаю, понятно, друзья. Двигаемся дальше. Восемнадцатый пункт Decimate Curve. То есть упростить кривую, упростить сплайн. Смотрите, что это значит. И, внимание, эта штука работает только с безе. С нурпсами не работает. Давайте заново создадим какой-то сплайн. И я приведу пример. Если это все уберем. Shift-A, Curve без E. Перейдем в проекцию Top и порисуем. Ну, какие-то завитки будут. Ну, достаточно пусть будет сложный сплайн. Ну, вот такое, да. Смотрите дальше. Выберем все точки. Ну, или в нужном месте, допустим, в этом. Правая кнопка и Decimate Curve. Видите, в выбранных точках кривая упрощается. И он до последнего пытается сохранить форму, насколько это возможно. то есть он пытается сохранить форму, уменьшив количество точек, но при этом регулируя вот это натяжение, позицию ручек. Вот, быть может, нагляднее будет даже вот здесь посмотреть. Ну, вот это полное значение, единичка. И дальше уменьшаем. Ну, тут, видите, здесь все точки были нужны, по сути. Уже форма не немножко, а нормально искажается. Ну, я думаю, суть вам ясна. И мы эту штуку с вами еще будем применять. Я сидел в кафе и увидел вот такую люстру. И подумал, это будет отличным упражнением для вас. Как раз пробежаться по уже изученным вещам. Итак, друзья, попробуйте сами, а потом посмотрите, как это сделал я. Раз, два, три. План таков. Вначале создаем форму, по которой будем рисовать сплайнами. Далее эти сплайны немножко упрощаем, чтобы они как бы распрямились и превратились в веточки. Поехали. Формочку мы сделаем из сферы. Чуть-чуть отмасштабируем ее и удалим половинку. Alt, Z, чтобы сделать полупрозрачной. Выделим полигончики. Ctrl, плюс. Чтобы следующее выделить. Соседние. Помните, да? Ctrl, плюс. Ctrl, минус. Только плюс-минус на numpad. Итак, X, чтобы удалить faces. Кликнув Alt по ребру, выделим ребра по кругу. E, Extrude. Только отпустим. Правую кнопку нажмем, чтобы она как бы вернулась в исходное состояние. Поняли? Extrude сработал, но мы его как бы обнулили. То есть вернули в исходное состояние. И отсюда просто отмасштабируем. Вот такая формочка у нас получается. Смотрите еще. Здесь не мешает снять фаску. Ctrl, B. Быть может еще, друзья. Давайте я забегу вперед. Ну все-таки шляпа получилась. Упражнение шляпа. Но это не к этому уроку упражнения. Смотрите. Мы с вами будем проходить вообще большой раздел, который называется СДС. Поверхности разделения. Пока что я не хотел, чтобы вы сюда лезли, но давайте воспользуемся. В общем-то можно этого сейчас и не делать. Я просто воспользуюсь этим для того, чтобы форма стала плавной. Итак. Модификатор СДС. Subdivision Surface. Видите, она сразу плавнее стала. Потому что полигончики разбились еще на полигончики. И поверхность стала плавнее. Я этому посвящу целый урок. Так что не переживайте. Я сейчас просто применю. И несколько уровней воздействия. Несколько итераций. Ну и давайте сольем Apply. Только выйдем в режим объектов. Вот такая у нас форма получилась. Но опять же можно было бы этого и не делать. То есть достаточно шляпы до разбиения было бы достаточно. И будем по ней рисовать. Curve без Е. Рисовать на поверхности. Проверьте, чтобы стоял пунктик на поверхности. И рисуем. Периодически смотрим, что у нас получается. Ну хватит уже, друзья, да? По-моему уже смотрится неплохо. R вращение по иксу 180 градусов. Дадим толщину. Попробуем сделать Decimate. Ритм. Но тут смотрите на результат. Чтобы не переборщить. Чтобы форма сильно не исказилась. Ну пусть будет так. Мне кажется, симпатично получилось. Можем скопировать его. Отмасштабировать немножко. Повернуть. Чтобы плотнее была геометрия. Надеюсь, у вас получилось. Двадцатый пункт. Мы можем любой сплайн, соответственно, со всеми его настройками, конвертировать в полигональную геометрию. Вот, например, возьмем этот листик. Shift D. Смотрите. Сейчас мы им управляем. Двигаем точки. И управляем как сплайновой формой. Но если мы все это дело. Convert to mesh. Это полигональная форма. И тут уже действуют все полигональные инструменты. 21 пункт. Теперь конвертировать геометрию полигональную в сплайны. Можно ли? И да, и нет. Почему нет? Мы не можем конвертировать полигоны. Но мы можем конвертировать, грубо говоря, ребра. То есть, ребра любого полигонального объекта, по сути, это сплайны в режиме поли. Смотрите, о чем я говорю более наглядно. Создадим mesh и, допустим, круг. Такой объект. По сути, это ребра. Ребра, которые отдельно существуют от геометрии. Их мы можем конвертировать в сплайн. Правая кнопка. Конверт to curve. А далее мы можем из режима поли. Set spline type. Сейчас он поли превратит, например, в безе. Видите, что произошло? Или в нурпс. Двадцать второй пункт, друзья. Shape from selection. Это можно было бы включить и в предыдущий пункт. Convert mesh to curve. Но я решил выделить в отдельный пункт. Почему? Потому что в максе есть такая функция. А у нас много ребят, которые смотрят эти уроки, пришли из макса. Так вот, я отдельно выделил в пункт, потому что в максе есть такая функция. Convert shape, вернее, create shape from selection. То есть создать форму из выделения. И вот, как такого добиться в Blender? Очень просто. Смотрите. Я думаю, вы уже поняли, это из предыдущих пунктов. Возьмем какой-то... Давайте создадим новый объект, так будет понятнее. Пусть это будет, опять же, сфера или не сфера. Пусть это будет конус или тор. Пусть будет тор. Я сделал несколько выделений. Shift D. Мы, получается, копировали выделение этих... Ну, ребра копировали. Рёбра — это тоже отдельный объект. Мы их скопировали. И... Вернее, не объекта под объект. Мы их скопировали вовнутрь этого объекта. То есть они вот здесь есть. И сейчас мы их отсоединим в новый объект. Правая кнопка. Separate. Separate selection. Вот он, Torus 02. Torus 01 давайте вскроем. И теперь мы можем превратить этот объект в сплайны. Convert to curve. И тип выбираем. Пусть будет NURBS. Далее можем делать с ними всё то, что мы научились делать со сплайнами. Применять все наши инструменты. Тут уже зависит от вашей фантазии или необходимости. Двадцать третий пункт, друзья. Упражнение. Я назвал его контуры. Давайте я покажу, что имею в виду. Я думаю, вы не раз встречали подобные объекты. Параметрически их можно назвать. Но поскольку мы не путем введения параметров их будем создавать, а сплайнами. Потому что мы проходим, собственно, сплайны. Я думаю, друзья, вы должны с этим заданием справиться самостоятельно. По крайней мере, попробовать. Итак. Повторите. Обязательно пробежитесь по всем этим пунктам. Вспомните всё, что мы проходили. И внимательно посмотрите на эти объекты. Или вот на то, что я создал. Я какие-то примитивные штучки сделал. Здесь посложнее. Но суть такая же. Итак, друзья. Считаю до трёх. Ставьте на паузу. Попробуйте. А потом посмотрите, как это сделал я. Итак. Раз. Два. Три. Для начала создадим контурную люстру. Типа такой. Или, быть может, такой. Не суть. Суть у них приблизительно одна. Не суть, а способ создания. Создаём для начала форму полигональную. На её основе создаём сплайны. А потом, уже пользуясь возможностями сплайнов, редактируем форму. Выгибаем её художественно. Так более плавно, как у нас выгибаются сплайны. Итак, смотрите. Создадим форму. Shift-A. Меж. Пусть это будет UV-сфера. У меня уже последняя созданная мной. То есть, изначально... Изначально у неё, конечно, побольше сегментов было. Но мне кажется, оптимально задать 6. Сейчас увидите почему. Переходим в режим редактирования. Переходим на рёбра. Выделяем. Ну, для начала противоположные рёбра. Select. Select Loop. А можно и Ring. Чтобы смежные выделить, а потом противоположные. Select Rings. Итак, выделили нужные рёбра и копируем их. Shift-D. Дублировали. И теперь отсоединяем от этого объекта, создавая новый объект. Правая кнопка. Separate. Separate Selection. Вот у нас новый объект. Называется сфера 02. Выйдем из режима редактирования. Вот у нас сфера 02. И конвертируем её в сплайны. Convert to Curve. Далее выберем тип. По умолчанию это полигональные, как вы знаете. Полигональный сплайн. А мы выберем... Ну, можно, в общем-то, и Bizye, а можно и NURBS в данном случае. И вот появилась такая форма. Ну и, собственно, будем развлекаться. Будем создавать интересную композицию. В проекцию Top можно перейти. Подвигаем. Можем не только подвигать выделение, но и поворащать R по какой-то оси. И выберем, например, ось X. Такой лесенкой получается. Ну, развлекайтесь, друзья. Тут уже не суть важна. Главное показать вам принцип. И теперь зададим профиль наших сплайнов. Можно создать сплайн и выгнуть профиль, а можно создать его на основе полигонального объекта. Итак, Shift-A, Plane, пусть будет Plane. Convert to Curve. Он, наверное, великоват. Давайте его уменьшим. Далее выберем профиль Object. Ну и возьмем наш сплайн. Вот такая штука у нас получилась. Профиль, наверное, нужно еще уменьшить. Вот здесь он сам себе пересек. Думаю, суть, друзья, вам ясна. Теперь сделаем контурный потолок. Для этого создадим плоскость. Добавим разбиений. А, в общем-то, вы знаете, давайте вот так и оставим. Пусть будут просто у нас параллельные ребра. Shift-D, чтобы их скопировать. И отсоединим. Separate. Selection. Вот наш новый объект, старый. Можем спрятать. Конвертируем в сплайн. И выберем, ну пусть будет NURBS. Тут еще такая фишка, друзья, что по умолчанию, если мы создаем NURBS, то, вот смотрите, здесь такого не будет. Короче, я сделаю Extrude. E. Ну и сюда Extrude. Видите, только центральная часть есть. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Нужно поставить Endpoint. Видите, когда у нас много объектов в одном, он ставится только на выделенном сплайне. Но ничего страшного. Для нас это особого значения не имеет. Мы будем работать только вот в этой центральной части. Про Endpoint чуть-чуть позже мы поговорим. Итак. Добавим разбиение. То есть это можно было сделать и на этапе полигонального моделирования. А можно и здесь. Особой разницы нет. Итак. Subdivide. Несколько разбиений. Далее можем выбрать профиль. Fill Caps. А можем поступить другим способом. Смотрите. Давайте профиль я отменю. И сделаю следующую вещь. Ну давайте на всякий случай скопирую наш объект. Мы сейчас обратно сплайны конвертируем в полигоны. Смотрите, что будет. Convert to mesh. И у нас сплайн превратился, собственно, в полигональный объект с множеством точечек. И что нам это дает? Вот мы можем сделать Extrude. Выделим все ребра. Extrude. По Z. И можем сплющить по Z. S, Z и нолик. И вот что у нас получилось. Приблизительно как на рефренсе. Видите? Он же уходит в потолок и становится плоским. И у нас примерно то же самое. Но осталось только отдать толщину. Опять же это можно сделать с помощью Extrude. Вот такая штука, друзья. И последний объект у нас остался. Что-то вроде некой параметрической лавочки, которая переходит в потолок. Тут, я думаю, ничего сложного для вас уже нет. Вы и так все знаете. Но давайте я по-быстрому сделаю. Для начала создадим полигональный объект. Итак, давайте выгнем эту форму как нам нравится. Итак, друзья. Вот наша форма. Добавим разбиение. Shift D. Shift D. Скопируем ребра. И separate. Конвертируем в сплайны. И выберем NURBS. Вот наша форма. Субдивайд. Помните, почему она не продолжается сюда. Хотя у нас геометрия присутствует. Если хотите, чтобы она продолжалась на нижнюю часть, можно экструдировать. Если хотите, чтобы эта NURBS кривая как бы лучше примыкала к поверхности, можете добавить разбиений. Subdivide. Дальше приблизительно то, что мы делали с люстрой. Перемещаем точки. Смотрим, как нам нравится. В качестве формы профиля можем использовать этот же объект. Fill Caps. Ну что, друзья. Вот такое у нас было упражнение. Контуры. Надеюсь, у вас все получилось. Если да, двигаемся дальше. Если нет, попробуйте еще раз. Двадцать четвертый пункт, друзья. 2D форма. Мы с вами проходили 3D. Ну такой режим 3D формы, где мы на основе профиля и кривой создавали объекты. Такого рода. Теперь 2D режим. Смотрите, что он из себя представляет. Создадим кривую. Пусть это будет круг. И активируем 2D режим. Сделаем Extrude. И в отличие от 3D режима, в 2D режиме мы можем делать заливку. Fill Mode. Можем и сверху, и снизу. Босс. И вот такая у нас форма получилась. Мы можем делать сложные формы. Смотрите. Смотрите. Я перемещаю. И смотрите. При активном 2D режиме мы можем только в плоскости XY перемещать наши точки. То есть если вот в 3D я мог бы потянуть вверх, в 2D режиме такого не получится. Видите? Пытаюсь, но не получается. То есть только на плоскости. Как следует из названия, 2D это фигуры на плоскости. Также в 2D режиме доступен уже, можно сказать, Boolean операция. Если мы дублируем эту форму, здесь получится некое вычитание. И вот смотрите. Также мы можем активировать и профиль в том числе. Смотрите. Наша форма будет немножко скругленной. Если мы можем то же самое или как объект, или как круг, вернее скругленный вариант, или как профиль выбрать. Давайте добавим разбиение. И таким образом мы можем создавать некие двухмерные формы, но с толщиной. Стилизованная надпись. У нас будет такое задание. Давайте чуть-чуть дальше пройдем по нашему списку. А в 27 пункте мы сделаем задание. Стилизованная надпись. Вернемся, так сказать, к этим вещам. 25 пункт. Здесь мы рассмотрим кое-какие настройки NURPS, которых ранее не касались. Итак, создадим NURPS-кривую. Вот NURPS-curve. Перейдем в режим редактирования. И как видите, вот контейнер и сплайн, который он задает, не касается конечных точек. Давайте разберемся с настройками. Настройки находятся здесь, во вкладке Active Spline. И если мы поставим галочку Endpoint, то теперь сам сплайн будет дотягиваться до конечных точек контейнера. Дальше смотрим, друзья. Если мы хотим сделать наш сплайн замкнутым, то ставим галочку Cyclic. Единственное, здесь получился острый угол. И чтобы его не было, нужно снять Endpoint. Потому что он как бы дотягивается, пытается дотянуться до этих Endpoint. Вот таким образом мы можем создать NURPS-овый круг. Про эти настройки я хотел вам рассказать. Cyclic. Это замкнутый и разомкнутый. И Endpoint. Это чтобы кривая касалась конечных точек контейнера, дотягивалась до них. Двадцать шестой пункт, друзья. Экстра сплайны. Смотрите, что это такое. Когда мы создаем наши сплайновые объекты, то выбор-то невелик. Понятное дело, что мы на основе того, что есть, можем многое создать. А некоторые вещи мы можем создать, как этот профиль, на основе полигональных объектов. Но все-таки это не всегда быстро и удобно. Поэтому мы добавим экстра сплайны. Идем в Edit, Preferences. Вот это все у вас есть. Я ничего не добавляю. Никаких плагинов. Все, что здесь есть, оно уже по умолчанию находится в Blender. Начнем писать Extra. И вот Extra Objects. Add Curve. Вот это. Add Curve. Extra Objects. Итак. Shift-A. Теперь выбор стал побогаче. Я думаю, что вы сами попробуете. Посмотрите, что здесь есть. Не стоит тратить время, создавая эти объекты и кликая их настройки. Давайте единственное посмотрим спираль. Тут можно задать количество витков, высоту, опять же дать толщину. Можно сделать некую резьбу. Поэкспериментируйте, друзья. И так просто знайте, что есть такая штука Extra Splines и лучше ее включить. Двадцать седьмой пункт. Это упражнение. На этом уроке мы не будем рассматривать подробный инструмент текст, но все-таки его придется коснуться вскользь. Итак. Shift-A. Чтобы создать объект. Объект. Текст. Чтобы написать что-либо, перейдите в режим редактирования. Это происходит очень просто. Вы можете просто писать. В версии Blender 2, вернее 3.6, вы можете ставить эти курсорчики в нужном месте. Ну вот, собственно, и получается текст. Настройки мы с вами разбирать не будем. Тексты, но они простые. Я думаю, вы можете и методом тыка здесь разобраться. Все очень просто. Поэтому давайте сразу перейдем к редактированию. У нас тема сплайна, и мы не будем отвлекаться на другие инструменты. Итак. Вот наш текст. Правая кнопка. Convert to curve. Конвертировать в кривые. По умолчанию, когда мы конвертируем текст, уже сразу стоит режим 2D. Сплайн по умолчанию без Е. Поэтому вы можете с помощью ручек эту форму редактировать. Вам нужно сделать что-то вроде логотипа. Так что сделайте личный логотип. Можете на основе своего имени. Как получится. Помните, как здесь происходит. Да. Можем копировать. Ну, друзья, поэкспериментируйте. Я вот один раз делал такое. Второй раз такое. Ваша задача сделать просто стилизованную надпись. Задание простое. Я думаю, здесь все понятно. В конце сделайте экструд. Можете какой-то профиль задать. Нужно из готовых выбрать. Карниз. Думаю, это задание простое для вас. Вы с ним справитесь. Не стоит ничего пояснять. Если попробовали, двигаемся дальше. С 28 пункта, друзья, начинается самое интересное. Сейчас мы с вами разберем модификатор array. Он же массив. Очень важно разобрать этот модификатор в контексте сплайнов. Хотя напрямую к сплайнам он не относится. Итак, давайте разбираться. Создадим какой-либо объект. Пусть это будет UV-сфера. И применим, собственно, модификатор array. Первый пункт – это количество. Количество объектов. Есть два варианта. Это relative, то есть относительный. Они будут относительно габаритов самого объекта расставляться. То есть на том же расстоянии, каковы габариты объекта. Это x по x. Давайте обнулим. Пусть будет по z единичка. То есть ровно на высоту этого объекта. Они будут расставляться. Если мы, допустим, срежем верхушку. Так. Видите? Он подогнал высоту и расставился ровненько по габаритным контейнерам самих объектов. Давайте снизу тоже так сделаем. Также мы можем расставить объекты не относительно его размеров. Давайте обнулим. А просто на фиксированное расстояние. Вот здесь на один метр друг от друга. Не друг от друга, а относительно их pivot-поинтов. Относительно оригинов они расставились. Давайте вернемся к первому варианту. И расставим объекты относительно их габаритов. Еще есть функция merge. Merge он сольет копии. То есть вот здесь точечки. Они уже будут слиты друг с другом. То есть объект получится цельный. Merge. И тут можно указать расстояние, на котором точки начнут сливаться друг с другом. Далее, друзья. Мы здесь все посмотрим с большего. Но не все по порядку. Caps. Это как бы начальный объект и конечный объект. Давайте представим, что это допустим гусеница. И мы сделаем ему или ей голову и хвостик. Удалим модификатор. Закроем верх шапочкой. F. Fill. Сделаем что-то вроде глаз. Перейдем на полигончики. Симметрично выделим. Ctrl плюсик, чтобы выделить больше геометрии. И. Insert. Alt E. И экструдируем по нормалям вовнутрь. И еще раз. Ну и что-то вроде рта тоже нарисуем. Ctrl плюсик на numpad. Чтобы выделить нужные полигончики. И применим инструмент Smooth. Сглаживание. Сделаем нашу форму более скругленной. Применим Smooth. Ну вот. Такая голова у нас получилась. Теперь хвостик. Опять же. F. Закроем и экструдируем. И еще раз экструдируем. Масштабирование. И еще раз экструдируем. Cap Start. То есть начальник. Начинался он отсюда. То есть стартовая будет вот эта часть. Хвостик. А окончанием будет голова. Выйдем в режим объектов. И применим автосмуз. Ну вот, друзья. В общем-то я вам рассказал базовые вещи про модификатор Array. И давайте закрепим их упражнением. 29 пункт мини упражнения шланг. Я думаю, что если вы посмотрели внимательно. 28 пункт. Модификатор Array. Там где мы делали гусеницу. То 29 пункт не вызовет никаких сложностей. Но если все-таки этот объект вызывает какие-то сложности. Посмотрите мои действия. Итак. Вначале попробуйте сделать самостоятельно. А потом сверьтесь с моими действиями. Поехали. Удалим верх и низ. Чтобы потом наши элементы слились. Выделим. Добавим геометрии. Выделим центральную часть. Alt E Extrude Along Normals. Снимем фаски с внутренней части. Ну и собственно все. Давайте только оставим для начального и конечного элемента копию. Хотя собственно для шланга можно было начальный и конечный элемент не делать. Ну давайте сделаем. Модификатор Array. Позет. Обязательно поставим Merge. Чтобы наши элементы сливались друг с другом. Все. Объект готов. Тридцатый пункт, друзья. Offset Object. Смотрите, что это. Создадим объект. Пусть это будет опять же UV-сфера. Далее. Применим модификатор Array. Мы с вами уже посмотрели, что такое Relative. Offset. Это когда объекты располагаются относительно своих габаритов, относительно своих размеров. Посмотрели, что такое Constant Offset. Это когда объекты располагаются относительно заданного, фиксированного расстояния. А теперь посмотрим, что такое Offset Object. Смотрите. Для начала нужно этот объект создать. Вообще это может быть что угодно, но чаще всего создается пустой объект. Так называемый Empty. Вот этот Plane Axis. Вот он у нас создан. Вот такая штуковина. Relative выключили. Constant выключили. Offset включили. И выберем этот объект. И вот что у нас получается. Объекты, вот их количество, будет располагаться на том расстоянии, на которое мы отодвинули наш Offset Object. Вот он. То есть мы его двигаем. Давайте верну количество. Видите, я его двигаю. И на это же расстояние размножаются объекты в массиве. Но это еще не все, друзья. Если мы отмасштабируем объект, то следующие объекты в массиве будут масштабироваться ровно на этот же размер. То есть, допустим, на 10% уменьшился, этот еще на 10%, еще на 10% и так далее. То же самое касается и вращения. Давайте только сделаем несимметричный объект. Можем половинку сферы удалить. И теперь сделаем поворот. R по Z. Вот такая интересная композиция у нас получается. Надеюсь, друзья, суть ясна. Offset Object позволяет нам создавать круговые массивы. Об этом наш 31 пункт. Итак, создадим какой-то круговой объект с круговой симметрией. Пусть уже это будет не UV-сфера, а цилиндр. Сколько здесь? 32 сегмента. Допустим, захотели мы сделать, ну, к примеру, краник или ручку отвертки. Мало ли что, ну, то, где есть повторяемость по кругу. Давайте что-нибудь попробуем изобразить. Теперь выделим только ту часть, которую будем размножать. Ctrl-E, X, все остальное удалим. Создадим Offset Object. Вот он как раз будет в центре нашего массива. Применяем Array. Offset Object. И выбираем. Relative выключаем. Итак, наш Empty. Поворачиваем. R, Z. И поворачиваем на угол. В данном случае смотрим 22 с половиной. 22.5. И выбираем количество. А теперь можем производить манипуляции. Сделаем вставочку. Далее сделаем экструд. Но я думаю, друзья, суть ясна. Это может быть что угодно. Вот ручка какого-то предмета, допустим, отвертки. Или, я не знаю, какого-то, какой-то круговой башни с окнами. Ну и можем, естественно, слить Merge. И тут еще сольем первый и последний объект, первую и последнюю копию. Для закрепления материала предлагаю сделать таких два мини-упражнения композиции. Улитка, я их назвал, и хвост скорпиона. Это у нас будет 32 пункт. Итак, друзья, вы просто посмотрите, как они устроены. Или, может, даже просто не смотрите настройки, а просто посмотрите их внешний вид и попробуйте сделать то же самое, пользуясь теми вещами, которые мы прошли. Попробуйте. А потом, вот я посчитаю до трех, посмотрите, как это сделал я. Раз, два, три. Итак, улитку мы сделаем из UV-сферы. Ctrl-E, X, и удаляем ненужное. Можно дать толщину с помощью модификатора Solidify. Shade Auto Smooth, чтобы гладенько выглядело. И давайте применять модификатор. Только предварительно создадим пустой объект. Relative выключаем, количество поставим произвольное и выбираем Offset Object. Теперь перемещением, масштабированием и вращением нашего Offset Object мы создаем данную композицию. Вот такая интересная композиция получилась. Отличается от того, что я изначально хотел сделать, но суть такая же. Теперь давайте попробуем сделать следующую вещь. Хвост Скорпиона. Создадим плоскость. Дадим толщину. И создадим Offset Object. Massive, Object Offset. Отличный пусты. Отличный пусты. Черт. Тут, друзья, я тоже думаю, просто путем изменения позиции Offset Object, масштабирование, вращение, вы добьетесь нужного результата. Надеюсь, у вас всё получилось, и мы можем двигаться дальше. Пункт 33, друзья. Упражнение называется «Пробка». Я думаю, вы самостоятельно сможете его сделать. Единственный момент, который стоит пояснить, — это модификатор Subdivision. Мы уже немножко с ним работали, когда делали гнездо. Я вам сказал, что мы будем разбирать его отдельно и разбирать очень подробно. Пока что просто воспользуйтесь его свойством разбиения и сглаживания. То есть вот до этого этапа вы должны уже суметь сделать этот объект, а дальше просто примените Subdivision, и объект станет скруглённым и плавным. Так что, друзья, вперёд! Сделайте, попробуйте самостоятельно. Сейчас ставьте на паузу. Я считаю до трёх и начинаю делать сам. Три. Итак, создадим цилиндр. 32 грани, то есть зубчиков. Зубчиков будет 16. Перейдём в режим редактирования. Отмасштабируем немножко по Z, придав нужную форму. Ну и оставим только один элемент, который будем размножать. Создадим Empty, применим модификатор Array, выберем Object Offset и выберем наш Empty. Далее повернём его на нужный угол. Насколько я помню, это 22,5 градуса. R по Z 22.5. И вот 16 элементов. Далее делаем зубчик. Добавим ещё геометрии. И нам нужно, получается, снять фаску вот с этого элемента. Ctrl-B. Соединим два эти ребра. Ctrl-R. И нам нужно выделить вот этот переход, как бы окантовочку зубчика. Когда мы будем проходить SDS, поверхности разделения, модификатор Subdivision, вы более тонко поймёте этот момент. И давайте сольём получившиеся элементы Merge и First and Last. Теперь они слиты в единый объект. Давайте на всякий случай сделаем копию. Apply, применим модификатор. Теперь нам уже Empty Object не нужен. Можем удалить. А здесь продолжаем процесс. Экструдируем вовнутрь. Можем всё слить в единую точку. А можем закрыть шапочкой F. Можно даже F сделать с разбиением. Ну давайте просто сольём. Я думаю, в данном случае это будет нормально. Merge и Collapse. Всё слилось в единую точку. И давайте посмотрим, как этот объект будет смотреться с применённым SDS. Вот Subdivision Surface. Добавим несколько итераций разбиения. Кстати, чтобы не было такого артефакта, можно было закрыть шапочкой. Grid Fill. Давайте посмотрим сейчас. Видите, так результат получше. Ну вот, надеюсь, у вас получилось. Ну что, друзья, будем двигаться дальше. Этот раздел, который касался модификатора Array, мы прошли. А дальше ещё интереснее. У нас чем дальше, тем интереснее. Поехали. Тридцатьчетвёртый пункт, друзья. Модификатор Curve. Итак, давайте для эксперимента возьмём уже знакомый нам объект, эту гусеницу, которую мы создали модификатором Array. Давайте её переместим и создадим кривую. Пусть это будет просто кривая без Е. Итак, выбираем наш объект, применяем модификатор Curve и выбираем, собственно, кривую, по которой наш объект будет искажаться. Пока что, как видите, ничего не произошло. Быть может, неправильная ось. Ведь у нас объекты размножены по оси Z. То есть нужно выбрать ось Z здесь. Совершенно верно. Но, как видите, тоже произошла какая-то ерунда. И вот отсюда, друзья, вытекает тридцать пятый пункт нашего повествования. Я это выделил в тридцать пятый, в отдельный пункт. Потому что очень много ошибок и непонятных вещей возникает именно из-за этого момента. Из-за неправильной позиции Origins, он же Pivot Point. Итак, друзья, давайте разберемся. Давайте удалим его, чтобы нам было проще. Вот Origin нашего объекта, который мы собираемся изгибать. А вот Origin того объекта, по которому мы собираемся изгибать. И давайте их совместим. Shift-S и выберем Selection to Cursor. Теперь давайте снова повторим наши действия. Модификатор, Curve. Выберем кривую. И выберем правильную ось. Видите? Теперь все произошло верно. Давайте немножко разберемся, где находится позиция. Относительно чего он стал изгибаться. Относительно какой точки. Alt-Z. Видите? Здесь была позиция нашего объекта. Здесь был его Origin. И он как бы относительно этого Origin и начал изгибаться. А вот эта часть, оставшийся, вот этот остаток, хвостик, он получается не изогнулся. Он просто вот торчит. То есть, по-хорошему, если вы хотите, чтобы он изгибался весь, нужно было его Origin переместить вот сюда, в нулевую отметку по Z. Но можно поступить и другим образом. Смотрите. Мы можем как паровозик по рельсам двигать наш объект по оси искажения. У нас ось искажения Z. Поэтому возьмем Z и смотрите, что будет происходить. Видите? Можно такую анимацию сделать. Надеюсь, друзья, я все правильно объяснил. И вы все поняли. Потому что вот эти пункты очень важные. Модификатор Curve. Понятно, что это модификатор, который искажает объект, изгибает объект по кривой. А вот пункт Origin. Это еще более важный пункт. Потому что именно из-за неправильной позиции Origin и возникает большинство непонятных вещей, касаемых данного модификатора. Попробуйте, друзья. Повторите мои действия. И будем двигаться дальше. Я вам расскажу еще более интересные вещи. Тридцать шестой пункт, друзья. Длина объекта равна длине сплайна. Как это сделать? Для этого вернемся к модификатору Array. Вот наша гусеница. Вот модификатор Array. По умолчанию стоит FitType FixedCount. То есть фиксированное количество объектов. В данном случае это 7 объектов. Не считая первого и последнего. 7 элементов. И длина сплайна будет равна длине 7 объектов. Ну плюс еще эти 2. Ну вы поняли. То есть объект будет строиться относительно количества объектов. Также можно поставить относительно фиксированной длины. То есть вот 1 метр или вот 2 и 7 метра. И он располагает нужное количество. Он уже сам его выстраивает относительно фиксированной длины. А есть самый интересный тип. Это FitCurve. То есть по длине кривой. Он измеряет длину кривой. И собственно выстраивает объекты по этой длине. Смотрите. Выберем кривую. И теперь смотрите на волшебство. Какой бы ни была длина этой кривой. Как бы она ни располагалась в пространстве наша кривая. Массив будет равен ее длине. И в нашем случае еще и располагаться по данной кривой. Понятен этот момент, друзья? Если да, давайте двигаться дальше. Тридцать седьмой пункт. Изученные нами методы позволяют рисовать объектам по поверхности другого объекта. Смотрите, как это делается. Допустим, у нас есть некий объект. Пусть это будет куб. И пусть у нас будет объект, по которому мы будем рисовать. Построим массив. Модификатор array. Выберем любое количество. Это сейчас не важно. Тут важнее выбрать не количество, а вот это расстояние. Это расстояние относительно, на которое будут располагаться объекты по поверхности. Допустим, мы будем рисовать этим кубиком по поверхности тора. И на таком расстоянии будет появляться следующий кубик. Теперь создадим сплайн. Пусть это будет просто без Е. Далее возьмем наш массив. И применим к нему модификатор curve. Далее выберем кривую, которую мы создали. И выберем, чтобы длина массива соответствовала длине кривой. Так. Теперь давайте зайдем в нашу кривую, по которой уже автоматически рисуются объекты, располагаясь на нужном нам расстоянии. И знаете, что мы сделаем? Удалим ее. Х. Точки. Мы удалили точки, но не удалили как бы саму суть кривой, сами настройки. То есть мы будем рисовать по поверхности. То есть мы возьмем draw on surface. Видите? Surface. И уже вот эти объекты будут ставиться на новую кривую. Поняли фишку? Итак, смотрите, что будет происходить. Красота. Единственный момент. Они немного некрасиво стоят. Но мы же умеем двигать их по кривой. Относительно уже готовой кривой можем двигать массив. Это по какой оси? По Z, допустим. То есть pivot point немножко переместится. Ну, посмотрите, как тут удобно. Может быть, их стоит расположить поближе друг к другу. Видите? Кстати, давайте его уменьшим немножко, наш кубик. Видите? Сколько их появилось. Такая гирлянда. Опять же, вот это вот произошло, потому что кривая вошла в поверхность. А почему она вошла? Потому что мало геометрии. Если бы здесь было больше полигончиков, то такого бы не случилось. Мы можем, кстати, применить к самому торусу модификатор subdivision surface. Итак, друзья, вы меня спросите, а как продолжить кривую? Ну, собственно, продолжаем рисовать. А далее выделим. Если вы не видите, где заканчивается один элемент и начинается другой, им нужно нажать Alt-Z, чтобы включить полупрозрачность. И здесь Make Segment. Все, и он продолжится. Тут, видимо, образовалась петелька, лишняя точка. X, Dissolve Vettices. Все, друзья, надеюсь, этот метод вам понравился. Давайте двигаться дальше. Тридцать восьмой пункт, друзья. Я его назвал молдинги для шкафа. Хотя, скорее всего, это называется не молдинги. Напишите в комментариях, как называются такие декоративные элементы, размноженные по поверхности таких старинных шкафов, каких-то объектов. Но сейчас я нарисую, а вы напишите, что это такое. Итак, есть два декоративных элемента. Такой листик. Мы рисовали его в ранних пунктах. И вот такая кнопочка. И мы их размножим по поверхности. По линии, по сплайну. Итак, единственный момент, если бы масштабировали тут что-то или поворачивали, а мы поворачивали, видите, Rotation, то лучше, наверное, либо повернуть в исходную позицию, либо применить масштабирование. Помните, друзья, что в Blender, да и не только в Blender, много проблем возникает конкретно из-за неприменения Scale масштабирования или вращения. Object, Apply, Rotation and Scale. Есть? А теперь возьмем тот сплайн, по которому будем размножать. Если его нет, то нарисуем. Давайте сделаем выделение. Вы же помните, что мы можем из любого выделения ребер создать сплайн. Вот, допустим, этот Shift-D. Можете нажать P, чтобы отсоединить Separate и Selection. И вот появился объект, который называется Shelf-Do. Ну, назовем его Path-1, чтобы не потеряться. И создадим еще один путь. Ctrl-R. Тут мы создадим. И опять же отсоединим. P, латинское, Selection. PES-2. Итак, у нас есть PES-1 и PES-2. По ним будем размножать наши объекты. Далее уже действуем привычным способом. Array. Fit Curve. И выбираем. Мы не конвертировали наши пути в сплайны. Видите? Поэтому их здесь нет. Итак, PES-1, Convert-to-Curve и PES-2, Convert-to-Curve. Пусть будут полигональные. Я думаю, в данном случае это ни на что не повлияет. Итак. Fit Curve, PES-1. Видите? Вот эта длина всего нашего сплайна. Если его разложить, то получится такая длина. Далее нам нужно переместить его к pivot-пойнту данного сплайна. Вот PES-1. Видите, где его pivot-пойнт находится? Лучше его поставить куда-нибудь в более понятное место, скажем так. Ну, например, сюда. Курсор-to-Selection. Origin-to-3D-курсор. Теперь pivot-пойнт, он же Origin, находится в данном месте. И наш объект, который будем размножать. Shift-S. Selection-to-Cursor. И теперь применяем модификатор Curve. Выбираем из списка PES-1. Вот, собственно, они и расположились. Единственный момент. Нам нужно перекрутить не тот угол. Можем здесь. По какой оси мы размножали? По х. Ну, собственно, по х и крутим. На 90 градусов. А далее можно отрегулировать в массиве нужное нам расстояние. Симпатично смотрится. Так как это называется, напишите, пожалуйста. Точно так же поступим с листиком. Курсор-to-Selected. Origin-to-3D-курсор. Так, объект наш. Shift-S. Selection-to-Cursor. Ну, а дальше вы уже знаете. ПЭС-2. Кривая. Опять же, ПЭС-2. Опять же, расположилась она у нас не тем углом. Ну, уже, мне кажется, перебор декоративных элементов. Но зато мы попробовали, и теперь вы знаете, как это делается. Готовы двигаться дальше? Поехали. 39-й пункт. Это небольшая контрольная работа. Я назвал ее Matrix Drone. Я уверен, что вы с ней справитесь. Если вы прошли предыдущие пункты, ничего сложного для вас нет. Я ее выделил в отдельный файл. Вы его можете открыть и для начала просто посмотреть, как этот объект устроен. И попробуйте повторить или сделать что-то похожее, какую-то свою фантазию. И давайте я просто разберу, как он устроен. Я думаю, что все пункты этого объекта, все элементы вам будут понятны, и вы самостоятельно сделаете что-то свое. Я не считаю, что нужно все делать здесь по порядку, с нуля до конца, потому что мы с вами уже многое прошли, и мы с вами шаманством не занимаемся. Вы уже самостоятельно можете создавать подобные штуки. Итак, поехали. Давайте я на всякий случай сделаю копию. Для начала обратите внимание на сплайн, по которому изгибается данный объект. Ну, как вы знаете, это модификатор Curve. Давайте выделим кривую. Видите, объект перекручивается. Как мы с вами этого добьемся? С помощью тильт. Видите, здесь большой угол. Тильт — это и есть перекручивание. Помимо тильт, вы можете еще и применить масштабирование в каком-то месте. Допустим, этот дрон будет в каком-то месте становиться толще или тоньше. Давайте добавим разбиение. В этом месте, допустим, Alt-S. Помните? Допустим, тут он будет становиться тоньше. Или толще. Итак, с перекручиванием, я думаю, вопрос ясен. Давайте разбирать наш объект дальше. Удалим Curve. Тут ничего непонятного для вас быть не может. Точно так же, как и сам Array. Просто размноженные объекты, слитые друг с другом, Merge. Ну, размноженные. И длина соответствует длине сплайна. Давайте его тоже удалим. И вот у нас получился такой объект. Который представляет из себя тоже массив, только круговой, размноженный вокруг Empty. Тоже объекты слиты. И обратите внимание, слит первый и последний. В том числе. Давайте его удалим. И вот, собственно, все выстроено вокруг данного элемента. А завершающая вот эта шапочка Cap создана на основе этого объекта. То есть он был просто копирован. Тут Apply. Empty можно удалить. Ну и, собственно, такие щупальца были сделаны. Не думаю, что здесь что-то сложное для вас может быть, если вы дошли до данного урока. Думаю, друзья, разберетесь. Закроем шапочкой F. Не надо повторять, как у меня. Делайте свое. Важно, чтобы вы применяли те вещи, которые вы прошли в предыдущих пунктах. Но воплощали собственные фантазии. В этом суть обучения, а не в повторении действий. Итак, друзья. С шапочкой понятно? Ну, сделать ее более интереснее, естественно, чем я сделал здесь. Итак, давайте еще раз. Вот у нас объект. Из него собран элемент по кругу, массив. Из этих элементов собран ствол. Этот ствол размножен, не размножен, а изогнут по сплайну. Ну, и сплайн перекручен. В качестве шапочки используется данный элемент. И прелесть в том, что мы можем вот этот элемент на данном этапе изменять. И изменится весь объект. Это вся конечная форма. Вот смотрите. Возьмем. Тут, кстати, нажмите вот такую штучку, On Cage, чтобы увидеть полигончики. Итак, выделим в удобном месте. Только Alt-Z, чтобы выделить насквозь. И так, допустим, будем перемещать по X, к примеру. И вот мы видим, как изменяется финальная форма. Но мне кажется, друзья, я подробно рассказал, и вы с подобной штукой справитесь. Так что открывайте файл и вперед. А потом переходите к следующему пункту. Теперь, друзья, давайте сделаем два классических упражнения. Цепь и веревка. Я думаю, в большинстве случаев, когда на YouTube кто-то рассказывает про сплайны, модификаторы Curve, модификатор Array, то показывает именно эти примеры. Я думаю, что теперь вы сами можете сделать подобные вещи, играючи, пройдя все вот эти вот пункты. Но давайте сделаем вместе. Можно сказать, такой будет релакс. Релакс-упражнение, релакс-пункт. Начнем с цепи. Итак, 40, пункт 40, цепь. Как создать одно звено цепи? Можно сделать просто plane. Давайте его отмасштабируем. Масштабируем по Y. А теперь снимем фаску с крайних точек. Как снять фаску с точек? Ctrl-Shift-B. А теперь конвертируем в кривые. Можем дать толщину. Итак, одно звено у нас есть. Автосмуз поставим. Сделаем второе. И вот и будет наш повторяющийся элемент, который мы будем размножать. Эти два звена, стоящие под углом 90 градусов друг к другу. Итак, Shift-D. Повернем по X на 90 градусов. Все. Теперь создаем массив. Только я забыл их объединить. Вначале объединим. Join. И создаем массив. Приблизительно такое расстояние. И создаем кривую. Поставим FitType по длине кривой. Длину массива по длине кривой. И далее применим модификатор Curve. Вот и все, друзья. Видите, как просто получается, когда владеешь инструментом. Поэтому всегда очень важно последовательно проходить всю базу, чтобы уметь создавать все, что угодно. Итак, с цепью, я думаю, мы разобрались. Давайте сделаем веревку. Пункт 41. Веревка. Вначале сделаем сечение. Профиль веревки. Знаете, как мы его сделаем? Сейчас вам покажу. Создадим. Circle. Круг. Полигональный. Здесь как раз 12. 12 ребер пусть будет. Почему 12? Чтобы делилось на 4. И далее мы сделаем следующее. Вот 4 точки выделим. И отмасштабируем вовнутрь. Только поставим Median Point. Вот таким образом отмасштабируем. А эти штучки только перейдем на ребра. Сейчас вы поймете мою идею. Тут уже отмасштабируем каждую по отдельности. Individual Origins. Вот так. И снимем фаски с этих точек. Ctrl-Shift-B. Вот такой у нас клевер четырехлистник получился. Это, собственно, будет сечение нашей веревки. И дадим ему небольшую высоту. Теперь его немножко экструдируем. E по Z. Высота небольшая. Я думаю, друзья, вы уже поняли мою идею. Создаем массив. Это элементы массива. И создаем кривую. И все как обычно. Завязываем длину массива на длину кривой. И применяем модификатор Curve. Здесь выбираем, естественно, ось Z. Только я забыл поставить Merge, чтобы они сливались друг с другом элементы. Но это не все, друзья. Нам же нужно, чтобы веревка была перекрученная. Поэтому, выбрав кривую, выберем одну из точек этой кривой и применим Tilt. Вот и все. Теперь она может быть любой длины, любой степени закрученности. Можем управлять Tilt. Если вы хотите какие-то промежуточные точки добавить, то смотрите, что будет. Subdivide. То как бы кручение будет до промежуточной точки. Чтобы такого не случилось, чтобы оно было равномерно закрученной, нужно сделать Smooth Curve Tilt. Этот Tilt как бы распределится, это значение распределится по всем точкам. То есть, можете в одной точке сделать, а потом выделить все точки и Smooth Curve Tilt. Все, друзья. Надеюсь, вам понравились данные способы решения задач. Друзья, очень приятно, что вы досмотрели до этого места. Надеюсь, что урок был полезен и что у вас получилось выполнить все задания данного урока. Почему 41? Потому что мне исполнился 41 год, и я решил сделать себе такой оригинальный подарок, записав вам урок. Надеюсь, он вам понравился, и те пункты, о которых я рассказывал, будут вам полезны, в вашей профессиональной деятельности. Спасибо, друзья. Увидимся на новом уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова